Друзья, всем привет, Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Сегодня с вами разберем, какая ситуация у нас по биткоину. Разберем совсем кратко. Действительно, график сейчас у нас показывает, что вероятнее всего, локально мы с вами наблюдаем фазу распределения и далее мы с вами будем ждать отката. Как я говорил в прошлом выпуске, нас должны будут откатить до уровня 5070, нас откатили чуть-чуть повыше 5100-5120 и опять на слабых объемах протащили чуть выше. Здесь я хотел бы обратить внимание, каждый раз, когда нас на низких объемах чуть-чуть тащат вверх, потом довольно резко сливают, что очень похоже на распределение продажу довольно крупных позиций, которые набраны были крупным игроком на уровнях 4000 долларов и ниже. Также здесь надо обратить внимание на психологию покупателя. Готовы ли вы на уровне 55200 зайти на серьезные деньги в рынок? Я прям наверху оставлю голосовалку, проголосуйте, довольно интересно, только голосуйте честно. Прямо представьте, что у вас какая-то там сумма там 1000 долларов, 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, в зависимости от того, для кого какая сумма большая. И посчитайте, готовы ли вы по этому уровню войти сейчас в рынок? Также есть психология крупного игрока. Зачем ему, если он сейчас распределяет позиции, это в принципе видно по графику, тянуть до уровня 5750, где начнут разгружаться и другие игроки? Об этом я рассказывал еще в прошлом выпуске. Действительно, довольно многие, кто сейчас топит за рост, они ожидают именно уровни продажи от уровня 5750 до 6300, плюс-минус. Потому что этот уровень, в принципе, по технике на таком росте должен быть. Но здесь мы должны не забывать то, что криптовалютный рынок, это рынок, ну очень маленький. И действительно, сейчас мы с вами просто катаемся на манипуляциях. Прогнозировать сейчас краткосрочно очень сложно, потому что рынку дают чуть-чуть подрасти, потом сливают позицию. Опять дают чуть-чуть подрасти, опять сливают позицию. Кто вам сказал, что следующий слив позиции не будет там полное закрытие сделки крупного игрока, который, помимо того, что он сольет, зафиксирует плюс, так еще и рынок вниз отправит. По крайней мере, большой логики сейчас отправлять цену на уровне 6000 долларов, ну просто нету. Также хотел бы обратить ваше внимание на технический анализ, потому что довольно многие до сих пор пытаются бить по технике. Друзья, это там не от меня какая-то истина, почитайте теханализ. Теханализ у нас работает идеально во флете и в тренде. Ни флета, ни тренда у нас сейчас нету. Сейчас мы должны смотреть, кого выгоднее брить. Брить выгоднее того, кто сейчас набрал лонгов и ждет уровня 6000 долларов, чтобы зафиксироваться. Так зачем давать ему такую возможность, если позиция укрепняка набрана на уровне 4000 долларов? Лучше мы болтаемся чуть ниже этого уровня, распределим всю эту позицию и отправим вниз. Не надо себе воображать то, что у нас уже все пошел to the moon, мы так долго этого ждали и наконец-то дождались. Нет, для этого должен быть особый фундаментальный фон. Что фундаментального мы сейчас можем наблюдать? Никаких сверхновостей, никаких прорывных технологий. У нас идет такая же работа, которая шла полгода, год назад. Просто сейчас была хорошая возможность встрепенуть рынок, на этом и заработать крупному игроку, ну и с другой стороны сделать хорошее нам. Объясню чем. Я хотел бы обратить внимание, как вот действительно вот этот вот, хоть и незначительный, хоть и манипулятивный рост, подхватили серьезные новостные издания. Что показывает то, что когда биткоин у нас будет реально качественно преломлять тренд, ну мы можем с вами рассчитывать на новые инвестиции, на новых людей. На данный момент я понемногу закрываю свои позиции, основываясь на данной теории. Но, друзья, я стараюсь не жадничать, все равно стараюсь оставить какой-то уровень, там какое-то количество криптовалюты, хотя вот внутри меня все прям горит. Он говорит, что это определенно надо все продавать, определенно это дурилово, определенно это манипуляции. Ваши соображения пишите в комментариях. Но на какие-то сверхобъемы это не похоже. Тупо закинули цену, боты там поддерживают какие-то вообще мизерные объемы торгов. Немножечко оно подрастает, сливаемся. Опять по чуть-чуть торгуемся, сливаемся. Ну, по крайней мере, разворот тренда обычно так не выглядит. Вы прекрасно можете посмотреть любой график, когда был реально разворот тренда. Это всегда вот долгий качественный рост, а не то, что там что-то трясется вниз-вверх, вниз-вверх. Это всегда органичный рост. Да, есть остановки на уровнях, но эти остановки явно не на несколько дней с выходом в консолидацию, с какими-то непонятными низкими объемами. По крайней мере, лично меня график не убеждает в том, что сейчас у нас будет преломление 6 тысяч, поход на 8, ну и в принципе to the moon. Думаю, свои соображения я обозначил. На данный момент мы с вами наблюдаем откат. Откат уже пробил локальную поддержку, поэтому ожидаем его в уровне 4905 тысяч долларов. По поводу рекомендаций. Мы с вами не знаем, сколько будет еще длиться этот флет. Сейчас вероятнее всего, вот я прям вангую, сейчас все будут говорить про какую-нибудь голову-плечи. Я прям вот это чувствую. И могут еще, помимо того, что уже в планах поиметь лангистов, в пути поиметь шортистов. Поэтому рассматривают сейчас выход из консолидации 4750-5350. Пока рано. Но определенно при пробитии уровня 4750 я считаю, что из актива надо выходить. Потому что там сразу будет уровень 4200-4000 долларов. Данная рекомендация рабочая там на 90%. Соответственно, такая же рабочая, как в свое время я говорил, что надо влетать на 4300, если будет его пробить. А те, кто влетели, мне до сих пор безумно благодарны. Кто-то даже денег скинул, за что уже я вам благодарен. Если честно, даже не ожидал, что найдутся такие люди. Поэтому наблюдаем за развитием событий. Но здесь вот лично для меня разгрузка набора позиций крупным игроком и дальнейший слив. Соображениями поделился. Если был полезен, поддерживайте лайками. Оставляйте свои мысли в комментариях. Ну, если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова